МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Радость моя» программа «Колокола». В студии Алексей Видов. Сегодня в нашей программе. Актуальный вопрос недели. Поможет ли укрепить единство страны единый учебник истории? О связи времена и преемственности поколений специальный гость программы, писатель и публицист Александр Нотин размышляет о путях достижения единства. Говорит и показывает главная редакция народного творчества, актуальный опыт Центрального телевидения Советского Союза. Если семья – корабль, то папа – капитан, папин вечер в морском стиле прошел в Москве. Великий художник крестьянской России. В 120-летию со дня рождения Аркадия Пластова. Как известно, на недавнем заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям глава государства высказал идею разработать единый учебник истории для средней школы, который на конкретных примерах будет показывать, что судьба России созидала соединением разных народов, традиций и культур. Инициатива незамедлительно получила отклик и поставила множество вопросов, главный из которых, на наш взгляд, каким образом должен подаваться исторический материал российским школьникам, чтобы вырастить поколение патриотов. Поколение, которое будет отвечать нравственным идеалам, знать свою историю и гордиться ею. Общепринятая практика образования базируется на трех основаниях – обучение, развитие, воспитание. Сегодня сложно выделить учебник истории России, который выполнял бы все эти функции. А именно таким должен стать единый учебник, разработку которого предложил президент. По данным социологов, с его инициативой согласно большинство россиян. 79% считают, что учебник истории должен быть единственным для всех школ, чтобы исключить путаницу и разногласия в головах учащихся. Однако среди экспертов нет единомыслия по этому вопросу. Существуют как сторонники, так и противники идеи единого учебника. Необходимо создать единую базу для сознания, которая будет опираться на общие понятные ценности. Это можно сделать только в рамках воспитания тех школьников, которые еще вступают, будем так говорить, в жизнь, но которые через 10-15 лет будут уже хозяевами этой страны. Поэтому, если сейчас этого не делать, через 15 лет мы не сможем представить наше будущее. Часть историков считает, что единый учебник, напротив, может стать камнем преткновения и расколоть общество. На мой-то взгляд, никаких проблем решить таким образом нельзя. Можно только обострить существующие проблемы, потому что, разумеется, это вызовет болезненную реакцию в некоторых национальных субъектах федерации. Это, безусловно, вызовет очередной пик противостояния, условно говоря, либералов и консерваторов. Поэтому, на мой взгляд, это будет только инструментом дальнейшего разжигания противостояния. Нужно избавляться от этих штампованных вещей, которые навязаны средствами массовой информации. И нужно давать людям опору для гордости, для национального сознания, которая будет давать перспективы, которая будет объяснять, откуда мы, то есть на чем мы стоим и на чем держимся. То есть вот эта концепция, она должна лечь в основу. Разделились у экспертов представления также и по поводу единой концепции учебника. Концепция у нас есть одна. Таинственное слово «патриотизм». Но, увы, уже когда-то Фридрих Ницше нам сказал, что факты – ничто, интерпретации – все. И каждый у нас понимает патриотизм по-своему. И, конечно же, главная сложность при написании этого учебника о том, как же в этот раз поймут это слово «патриотизм». Собственно, жизнь должна воспитывать человека-патриот. Если с экрана одной или со страницы учебника одно, а человек выходит в окружающую жизнь, видит совершенно другое, то будет, как уже было с советской властью. Люди читали в учебнике про самое справедливое государство рабочих крестьян, а потом душились в очереди. За самыми элементарными продуктами никакого патриотизма это не могло воспитать. Наверное, это учителя, поскольку они живые люди, если они талантливые люди, они, естественно, обладают способностью этот патриотизм воспитывать. И где-то там в конце списка вот находится учебник. Когда мы рассматриваем историю России как череду каких-то поражений, наше правительство не устраивает. И поэтому оно хочет вот некой успешности, такого успешного патриотизма. Противостоять вызовам, с которыми сталкивается сегодня наша страна, смогут люди, которые любят отечество, с уважением относятся к его истории и уверены в его достойном будущем. Если государство хочет выжить, оно должно действовать достаточно быстро. Наше государство очень сильно расхолаживало наше общество. Сейчас недообщество. Вот, понимаете, это достаточно суровое мнение. Вот, надо действовать очень быстро и профессионально. При всех ошибках, неизбежных, которые будут при создании данного проекта. Несмотря на имеющееся разногласия, экспертное сообщество приходит к мнению, что единый школьный учебник истории все же нужен, хотя подготовить его будет непросто. Ведь ученым и педагогам предстоит найти золотую середину в освещении сложной и неоднозначной российской истории. Специальный гость нашей программы сегодня Александр Иванович Нотин, президент Всероссийской общественно-просветительской организации «Переправа», кандидат исторических наук, писатель, публицист, член изборского клуба. Александр Иванович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Вот сейчас развернулась дискуссия вокруг единого учебника истории. И, по-моему, очень своевременно общество и государство понимают, что без единого взгляда на исторический процесс, без наших традиций, корней, невозможно нормальное функционирование, развитие нашего государства в современных условиях. Когда мы говорим о истории, когда мы говорим об этом учебнике, то мы говорим прежде всего о воспитании и образовании. Воспитание же и образование является нервом, центром всей государственной машины. Ибо сегодня это дети, 10, 15, 16-летние, через несколько лет это студенты, инженеры, чиновники, военнослужащие и так далее. Это происходит мгновенно, и мы знаем, как это происходит. Не успеешь оглянуться несколько лет, как не бывало. Вот та духовная, нравственная ось, которая будет вложена в этого ребенка сегодня, есть тот облик, который будет иметь наше государство завтра. И в этом смысле, когда наш идеологический или исторический противник, цивилизационный противник, наносит удар, он наносит удар прежде всего не в Министерство экономики, финансов или обороны, как ни странно, прежде всего наносится удар в систему образования и воспитания. Это ахиллесово пита любого государства. И вот здесь мы ощущали вот эту вот страшную потерю, страшный ущерб, страшную угрозу для нашего национального выживания. И наше выживание есть вопрос нашего общего национального сознания, и никак иначе. Вот этот единый взгляд на историю России, оппоненты называют это еще одним шагом к тоталитарному обществу. Так ли это? Есть ли здесь опасности? Ну, вы знаете, многим не хотелось бы видеть Россию сильной. И когда мы говорим о полярных взглядах, мы говорим о том, что, к сожалению, либерализм уже основан на слове «свобода». Но если это свобода распущенности, если это свобода страстей, если это свобода греха, которую мы сейчас наблюдаем, то такая свобода нам не нужна. Если это свобода человека быть любимым чадом Божьим, служить своему государству, народу, любить ближнего, любить себя и приносить пользу Родине, такая свобода нам нужна. Так вот, два полярных восприятия даже слова «свобода». Соответственно, две совершенно полярные политики, два полярных подхода к функциям государства. И вот в этом смысле, мне кажется, что вопрос о едином понимании истории – это вопрос о едином понимании собственного государства. Почему, Владимир Владимирович, это и говорит? Невозможно сформировать сознание патриота, если у него не будет четкого понимания, что в истории родной страны, конечно, были разные пятна, но они в любой стране разные. К ним надо всегда относиться с уважением, искать их генетические корни, объяснение вот этим вот вещам. И в то же время видеть в ней неплохое, пошлое, страшное, ужасное, кровавое и никуда не годное, а видеть в ней основание для гордости за страну. Ибо Россия – великая страна, совершила великие деяния, спасла человечество от фашизма. Вы знаете, я еще подумал о том, что если президент огромной страны, цивилизации, занимается конкретным учебником истории, это уже добрый знак, и значит, у нашей цивилизации есть будущее. И это как в капле воды здесь отражается некое новое умонастроение Путина, который уже понимает, что если мы не… Знаете, как двигатель? Вот если его не отцентровать, он долго не проработает. Государство – это двигатель, когда он разбалтывается. Вот сознание народа, сознание молодежи, особенно того поколения, которое входит в жизнь, и есть этот момент центровки, который требует двух вещей. Первое – правильно понять наше нынешнее состояние критически, исправить то, что неправильно, и его определить, куда мы идем. И мы этот вопрос не оставим, потому что это вопрос даже не столько нашего интеллектуального удовлетворения, сколько вопрос нашего национального выживания. Александр Иванович, спасибо вам большое за очень интересное интервью. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли в нашу студию сегодня. Спасибо. За тысячелетия в нашей стране был накоплен немалый опыт межнациональных отношений, помогавший сохранять традиции, культуру и дух народов России. Думаю, мало кто станет спорить с тем, что использование этого опыта сегодня нам крайне необходимо. Уникальные примеры были и есть, в том числе и на телевидении. До того, как отечественный экран до неузнаваемости изменился под воздействием законов рынка, существовали проекты, значимость которых определялась не стоимостью рекламного времени, а духовно-нравственной составляющей. Например, знаменитый фестиваль «Радуга» – главной редакцией народного творчества Центрального телевидения. Редакция народного творчества была создана на Центральном телевидении в 1966 году. Ежемесячно она выпускала по нескольку программ. «Родники», «Меридианы», «Дружбы», «Голоса народных инструментов», «Играй гармонь», «Живое дерево ремесел» – телетеатр приглашает. В передачах рассказывалось о людях, нашедших свое призвание в искусстве, о шерстве выдающихся мастеров сцены над артистами самодеятельности. Большое внимание уделялось личности участников передачи – интересных, увлеченных людей, самодеятельных певцов, танцоров, художников и музыкантов, которые хранили и развивали культурные традиции предков. Часто для съемок программы творческие группы редакции выезжали в далекие сибирские и дальневосточные деревни лишь для того, чтобы показать уникальный, еще сохранившийся там фольклор. Мы решили снимать в святках, в народной свадьбе, все как есть. Вот люди с мороза вошли в комнату, грянули, приветственную песню хозяевам, и вот немножко чуть-чуть зашкалило, но это идет тот звук родной. Передачи редакции знакомили зрителей не только с музыкой, песнями и танцами народов СССР. Несмотря на то, что выезжать за границу в то время было сложно, в эфир выходила программа «Творчество народов мира». Через интервидение советские и иностранные корреспонденты пересылали сюжеты, рассказы об обычаях разных стран, о мастерах народного искусства. В 1975 году по инициативе редакции был проведен Международный фестиваль телевизионных программ о народном творчестве «Радуга». Это был первый в мире опыт создания подобного фестиваля. Он сразу же стал популярным во всем мире. Свои работы ежегодно в СССР присылали около 170 стран. Интересно, что выбирали победители фестиваля телезрители. Знакомясь и одновременно оценивая телепередачи, они начинали иначе относиться к культурам других народов. С большим уважением. Это было настолько искренне, настолько интересно читать каждое письмо. Зрители писали, ну не только баллы подсчитывали, они вот эти передачи побуждали их к изучению культуры той или иной страны. Они нам начинали рассказывать сверх того, что было в программе. Они рисовали, рисовали карты этой страны с какими-то человечками в национальных костюмах. Они рисовали музыкальные инструменты. То есть мы их как бы подвигали к творчеству. Ну, я напишу, какие люди у вас, что у нас появилось много новых друзей. Я расскажу о вашей стрессе. Я не могу поверить, что вы такие гостеприимные люди. Все передачи нашей редакции, они как бы консолидировали людей, объединяли. Мы встречались на фольклорных фестивалях, и люди были со всех бывших республик. Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. И вы бы видели, как все говорили только о дружбе. И это не было искусственно, это было совершенно искреннее. Вскоре после создания первой «Радуги» опыт советского телевидения стали перенимать и другие государства. В разных странах мира появились свои фестивали народных телевизионных программ. А вот на родине «Радуги», к сожалению, о фестивале забыли. Нет сегодня на нашем телевидении и передачи редакции народного творчества. Ее закрыли в 1996 году. Как тогда сказали, за ненадобностью. Это очень важно. Живя в одной стране, а у нас и сейчас много республик в России, быть толерантными, понимать другой народ, понимать его тонкости, его обычаев, уклада, чувствовать его. Может быть, если бы мы это могли, и нам помогали в этом наши, как говорится, правители, руководство и система, то, может быть, не было каких-то вот таких моментов в межнациональных отношениях. Владимир Путин провел заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Президент указал на необходимость дальнейшей реализации программ поддержки многодетных семей, в частности, предоставления земельных участков для строительства жилья, выплаты материнского капитала. Правительству поручено в кратчайшие сроки принять меры для упрощения порядка усыновления детей-сирот российскими гражданами. В Госдуму внесен пакет законопроектов, стимулирующих семейные устройства детей-сирот в России. В них много нововведений как в оформлении документов усыновителями, так и в различных финансовых льготах для них. На осуществление соответствующей программы из бюджета будет выделено 40 миллиардов рублей. Сумма включает единовременные выплаты в 100 тысяч рублей усыновителям, увеличение пособий для опекунов детей-инвалидов, налоговых вычетов, улучшение работы органов опеки и другие меры. Темпы роста трудовых пенсий в России сохранятся на достигнутом уровне минимум до 2016 года. Рост составит не менее 10% ежегодно, сообщил во вторник глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Он напомнил, что трудовая пенсия в Российской Федерации индексируется дважды. Первая индексация в 2013 году была проведена с 1 февраля на 6,6%. Вторая, приблизительно на 3%, запланирована на апрель. Специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения Головного научного учреждения Роскосмоса выступили с инициативой разработать космические солнечные электростанции с беспроводной передачей электроэнергии на Землю. Достоинство данной системы — меньшая расходимость лазерного луча по сравнению с прежним СВЧ-сигналом, что даёт на порядке меньшую площадь приёмных и передающих систем. Как следствие, становится возможным энергоснабжение высокоширотных регионов России, Гренландии, Канады, а также других островов в северных широтах и Антарктиды. На этой неделе в столице прошла третья международная специализированная выставка гидростроительства и гидротехнических сооружений «Гидрострой-2013». Темы обсуждений — развитие производственных связей, обмен научно-технической информацией, внедрение инновационных технологий, о состоянии и перспективах развития отрасли — наш репортаж. Новосибирская гидроэлектростанция. Первый её агрегат был запущен ещё в далёком 1957 году. Тогда первую и единственную гидроэлектростанцию на Аби опекала вся страна. Строительство новосибирской ГЭС было самым крупным в Сибири. Сегодня ГЭС вышла на новый этап развития. В ближайшие годы на гидроэлектростанции будут реконструированы все шесть гидроагрегатов. Взамен старых турбин поставят не просто новые, а инновационные. В результате повысится надёжность новосибирской ГЭС, а её мощность увеличится на 100 мегаватт. Сегодня новосибирская ГЭС не единственная, которой активно занимается правительство России. Сейчас вот завершается строительство Богучанской ГЭС, она в Сибири. Завершается строительство Загорской ГЭС в московском регионе, рядом с действующей первой, строится вторая, ещё на 840 мегаватт. Завершается в Магаданской области строительство у Средниканской. По данным Минэнерго, в ближайшие 20-летия в России рост электропотребления увеличится на 2-3%. А это значит, что уже в 2030 году россияне будут тратить до полутора миллионов киловатт-часов. С такими потребностями страны нынешний парк электростанций справится не в силах. Чтобы в будущем Россия сама смогла обеспечивать себя энергией, реконструировать старые и строить новые электростанции, начали уже сегодня. Об одном из самых перспективных направлений электроэнергетики, строительстве малых и средних ГЭС, на конференции рассказал Владимир Привезенцев, представитель проектно-консалтинговой компании «Веркис». Малая ГЭС строится на небольших реках. Зачастую не нужно перегораживать реку плотиной и затапливать большую территорию. Ещё один не менее важный вопрос – техническое обеспечение гидростанций. При реконструкции старых ГЭС оборудование меняют на последние разработки отечественных производителей. В Центральном научно-исследовательском институте конструкционных материалов «Прометей», созданном ещё в 1939 году, учёные и специалисты недавно разработали уникальные по своим характеристикам подшипники скольжения. Такие подшипники уже установлены на гидротурбинах Братской, Цемлянской и Загорской ГЭС. Раньше подшипники скольжения на латунные, то есть на металлической основе, которые требовали смазку. Наши же подшипники не требуют смазки. И смазкой является вода. Этим они и экологически чистые. Сегодня, благодаря работе гидроэлектростанции, наше государство экономит более 60 миллионов тонн топлива ежегодно. Но ведь это не предел. В прошлом году был принят план развития гидроэнергетики до 2030 года, в соответствии с которым совсем скоро в России появится ещё несколько гидроэлектростанций. Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарём США Джоном Керри, которая состоялась в минувший вторник, высказал предположение, что вторая администрация Барака Обамы будет играть более конструктивную роль в политике США по отношению к России. Лавров заявил также, что в ситуациях, когда интересы Москвы и Вашингтона совпадают, стороны намерены продвигаться вперёд. Израиль успешно провёл первые лётные испытания противоракеты комплекса «Хец-3» — «Стрела-3», который предназначен для уничтожения целей на границе земной атмосферы и космоса, сообщило Израильское министерство обороны. Противоракета была успешно запущена и пролетела по особой атмосферной траектории с выходом в космос. Испытания проводились совместно со специалистами из Агентства противоракетной обороны США. По итогам встречи с руководством Европейского Союза президент Украины Виктор Янукович заявил, что Киев и Евросоюз настроены приложить все усилия для подписания уже этой осенью соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Янукович подтвердил, что Украина планирует провести реформу избирательного законодательства и судебной системы, а также предпринять другие шаги, на которых настаивает руководство Евросоюза. Есть все возможности для вступления к концу нынешнего года Киргизии в Таможенный Союз, заявил в интервью РИА Новости посол России в республике Андрей Крутько. Правительство Киргизии выразило намерение вступить в Таможенный Союз весной прошлого года. В настоящий момент по данному вопросу принято принципиальное решение, создана рабочая группа, которая занимается согласованием позиций сторон. «Визовый режим России с Евросоюзом мешает развитию делового сотрудничества с европейскими странами», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Франсуа Аландом. «Отмена визового режима с Евросоюзом способствовала бы дальнейшему развитию туристических и молодежных обменов, помогла бы бизнесу обеих стран, которому эти препоны и рогатки только мешают», сказал Путин. «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты, пансионы». Нельзя не согласиться с этим высказыванием Николая Михайловича Карамзина. Мы часто возлагаем воспитание своих чад на плечи воспитателей, учителей, но главная ответственность за воспитание детей лежит на родителях, особенно на отцах». 24 февраля в Москве прошел необычный вечер в морском стиле. «Папин вечер», а именно так называлась встреча, организованная журналом «Батя» на творческой площадке «Место действия», начался с удара в корабельный колокол. Ведущий вечера отметил, что такая морская тематика мероприятия выбрана не случайно. Семью часто сравнивают с кораблем. Множество таких судов ходят по жизненному пути. У каждого свой маршрут. А вот насколько верно будет выбран путь семейного корабля, во многом зависит от его капитана – отца. «Конечно, очень важное от наше значение имеет отец для семьи. По сути, семья – это же мать, отец и дети. Поэтому, если эту семью разделить, то семья становится несчастной». Зачастую один лишь разговор. День, проведенный вместе с папой, оставляет неизгладимый след в судьбе ребенка. Даже став взрослыми и создав свои семьи, дети часто вспоминают эти моменты. О таких днях рядом с отцом попросил вспомнить своих читателей интернет-журнал «Батя». Всего за пару месяцев на задание редакции откликнулись десятки людей из самых разных областей России и даже из стран СНГ. «А вот и я стою. Стою рядом с мамой, такая счастливая, такая веселая, смотрю с любовью на папу». Рассказы детей о своих отцах читали профессиональные актеры. Одним из первых воспоминаний стало сочинение восьмиклассницы Карины Аникиной из Вологодской области. Девочка написала о своем папе-леснике, о том, как после большого пожара в 2010 году помогала отцу восстанавливать лес, сажала маленькие сосенки. Карина с большим уважением относится к своему отцу и его работе. «Учит справедливость, справедливо себя вести, относиться к людям с уважением, с добротой. А время мы с ним очень много проводим, каждый вечер». А вот Саша Гоффман, принявшая участие в литературном конкурсе, своего папа видит нечасто, всего раз в год. Отец девочки живет отдельно от семьи, в другой области. Несмотря на это, Саша часто вспоминает те редкие денечки, когда она и папа были вместе. «Да, папа даже узнал о том, что я попала на этот конкурс, он прочитал мое сочинение, он даже сказал, что... Я даже не помню, что такое было. Я ему сказала, что вот, пап, видишь, я помню все наши случаи, все наши встречи, все, что было у нас. Он даже прослезился от радости». К сожалению, не все папы вовремя осознают, какую важную роль играют их слова и поступки в жизни детей. Однако папам всегда нужно помнить, что когда он рядом, ребенок чувствует надежный тыл. Великий живописец 20-го столетия Аркадий Пластов занимает особое место в истории русского искусства. Все его немалое творческое наследие представляет собой настоящую эпопею крестьянского житья-бытья. Простым жизненным сюжетом художник придавал поистине метафорический смысл. Его произведения, словно рожденные самой жизнью, раскрывают зрителю ее высший сокровенный смысл. Выставка «Площаница Вселенной», приуроченная к 120-летию со дня рождения художника, проходит в залах галереи искусств Зураба Церетели в Москве. Всю свою творческую силу Аркадий Александрович посвятил теме русской деревни, ее людям, мудрому укладу крестьянской жизни. Из родной преслонихи Пластов уезжал иногда и лишь на время. Дома успевал не только много писать, но и пахал, косил, держал корову и другую живность. Оставался, по сути, крестьянским сыном. Мы тут не так давно приходили в мастерскую ребята из Суриковского института. Мы все смотрели и смотрели. Часа три его работы, перелистывая рисунки и все. И пришли к выводу, что просто Господь растянул ему время. Иначе непонятно, как все это он успел сделать. Вот эти вот порядка десяти тысяч работ. Несомненно, что основным жанром Аркадия Пластова является его собственное представление о мире, его постижение бытия. От правды факта он шел к правде художественного обобщения, к постижению внутренней сути вещей, к умению найти в жизни главное, без которого, как он считал, нет настоящего искусства. Как человек вот был, как вам сказать, человеком правды, если так обобщить. Он был довольно импульсивный, он был довольно резким местами, но все как-то было справедливо. На героев художника хочется смотреть подолгу. Это не просто люди в нехитрой крестьянской одежде, это яркие человеческие характеры, самые разные. Сохраненный в искусстве архетип русского народа, неприхотливого в быту и безотказного в работе, державшего на своих плечах всю Россию. Самое главное, что он понял в момент революции и после, что то, что он знал и любил с детства, весь этот древний, можно сказать, тысячелетний уклад русского христианства, а значит и русского христианства, слова-то однокоренные, уходит в небытие. И я так понимаю, что его главной задачей было, конечно, средствами искусства сохранить для будущего вот этих вот удивительных людей, которыми были русские крестьяне. И сын и внук Аркадия Пластова продолжили его дело, стали художниками. Это было, по словам Николая Николаевича, очень естественным вхождением в профессию. Ну, как это происходило? Вот как мне помнится? Он пишет что-то большое такое, какой-то очередной холст свой. Вот. И... А, Колька, хочешь вот тут вот мне поправь-ка, вот как ты думаешь, вот в этом углу, вот что-то здесь вот. А можно? Да-да-да-да, кладет палитру на стульчик. Я там что-то такое по своему разумению, это самое. И вот, конечно, потом это перекрашивалось, переделывалось. Но вот с детства возможность участвовать вот в такой взрослой жизни, во взрослой живописи, я больше не мыслил о себе других увлечений, вот таких серьезных, кроме живописи. У Аркадия Александровича много детских портретов. Он не только любил писать детей, но и умел это делать. Детский портрет не особый жанр, это мир, который открывается далеко не каждому, который требует полной открытости души, миру и Богу. Именно и такая душа была у Аркадия Пластова. Такой мы увидели прошедшую неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»